В Заливе под Выборгом Когда заливали воду, она замерзала зимой, либо летом набивали сырую древесину и поливали ее водой. Она разбухала и колола границы. Значит, часть шурфа. То есть сверлился камень. А дальше забивали туда, соответственно, клин деревянный. Ну и через какое-то время, во-первых, он намокал, замерзал, и он раскололся. Сверлили их, соответственно, на определенном расстоянии друг от друга. Вот и шеер. Вот и шеер. вот даже вот он вот так звук есть тут 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 короче вот это наша цель а я не попадаю ну в общем сквозная дырень а вот сверху на сними то есть получается вот треугольничек но он дальше вглубь уходит круглым вот он русский крестьянин с победитовым буром не берет ну давай интересно давай давай херач ну давай работай с тем что есть короче победитовый бур стал колом так ну чё давай долбить но сейчас мы его починим вот теперь ты понимаешь каково им было вот как под ящику говорили заливали водичку и ждали зимы пока водичка расколет границ один из способов что применялись тогда на каменоломьях был такой ну вот даже след остался это шурф куда заливалась вода и замерзая лед раскалывал породу давайте поаплодируем всем телевизионщики они не очень крутые специалисты опа и как это как это приличное слово вот нелегко крестьянам было да слушай смотри насколько ты его прошел а а ну ка попробуй отбей вот это посмотрим на что уперлась оп ну-ка стой где дырка то твоя вообще нету до сантиметра даже то есть просто по рабоче-крестьянски смотри искры летят от твоего там кварц залегает стой водичка стой стой бур последний наш все этот вообще ну-ка стой да я сниму да а сверло то у нас целенькая а в гранита она и не идет восхищаешься пацанами которые там 4 метра дали оп ценой колоссального труда мы смогли добыть образец где-то 2 квадратных сантиметра вот этой поверхности ну что же отличное начало а солнце близится к закату короче ты просто сейчас долбишь красную фракцию вот когда ты нет вот ты просто папа и и подолбишь немножко упрешься и все привет рулю а вот такие ровные делать полированные ну дай мне тоже попробовать ну как дрова да искры летят искры летят вот искры летят от кварцита топору хана он полностью ступился но это не нам не так важно нам важно выломать эту дырку действительно она треугольная прям четко треугольная и как это происходило чудо ну блин с великим трудом капает с носа прям слушай такое ощущение что она еще имеет изгиб вот такой небольшой есть да вот в сторону вот сюда уходит у меня там где-то есть склады смотреть вот так вот уходит но можно это уже не имеет значения ты просто наискосок сам дальней вот так вы там осторожно подальше отойдите ну без алмазного здесь это на пути нет а если бы этого расщелину ебать три мужика с инструментами не могут выломать маленький кусочек дырочки сами приходят группами приходят просто приходят удивляются что наш русский человек раз наш русский мужик мог зубилом вырубить такие уникальные артефакты мы конечно не претендуем на звание великих коммунитёсов но но выглядит это со стороны у нас есть ударный шуруповерт который подустал а если мы дерево будем сюда забивать я не думаю что мы его забьем и потом уже хер ты что-то вытащишь его разопрет там ну и будешь зимой ждать водой польешь значит мы все начали сомневаться что у нас получится сегодня взять образец потому что вот этот кованый значит на железный инструмент он себя вот таким образом повел и это буквально может быть ударов 20 короче по нему было сделано да две минуты работы да да минута не было двух минут и мы ничего не сделали так и так и значит ребята мы нашли отверстие горизонтальное отверстие это вот всем тем пижонам посвящается которые нам там показывали как они бурят медной трубкой с песочком там в сейчас по чайной ложке короче медной трубкой можно за год выбурить отверстие но только вертикальная а это горизонтальная фонарик нужен чуваки глубину померить давай фонарик оп 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 а там бездонная дыра вот она короткая полметра давай да диаметр 8 до где-то восьмерочка только сантиметров а наш восьмерочка да вот это наша восьмерочка а что ты хочешь закинули двенашка свистулька да наши маленькая который вы ребят были крутейшие сверла просто чумовые сверла так и чё ты хоть сказать что где-то вот здесь вот где сейчас сортир как не везет прям установка который туда давила давила чем значит как мы считаем вот там находится отверстие вот здесь внизу просто обязана была стоять какая-то огромная установка которая это отверстие бурила чем конечно это совершенно непонятно ничем у них не было ничего все что может пробурить такое отверстие ни одной технологии но тем не менее отверстие есть поэтому мы постараемся измерить его глубину палка видели как залетела туда прямо от аж интересно возник вопрос а почему бросили то не интересно этот карьер оставили не до это сколько уже дата официально труда надо было ввалить вот в это горизонтальное отверстие чтобы просверлить и свинтить отсюда мы сегодня вооруженные всем на свете и что вы видите машина ломались все огромная масса тащить по лесу и поверьте мне это снится хотя я много чего в жизни видел но мне это снится до сих пор итак мы замеряем глубину отверстия которая находится на высоте метров 5 до сань метров 5 до и палка у нас полтора метра где-то больше больше не не 30 20 метр 60 надо связать палки так идем дальше чудеса гранитного карьера под выборгом так сестренка дырки что тоже тоже целая да не ломаная другой диаметр все диаметры разные да здесь где-то шестерочка да получается 60 глубоко она уходит ну-ка свет ни хрена бесконечный туннель ну что кто берется из пижонов повторить такую дырку ручным инструментом давайте челлендж палкам спец по палкам вадик метр шестьдесят пошел а нет идет смотри все идет еще идет видимо где-то сколы зажимают да все она туда уходит дальше японский бог да так можно культурно этого высказать короче метр шестьдесят у нас проваливается везде еще заметь круто да все под наклоном чуть под наклоном ну видно вот он стоял выше вот вот идет наклон лишь вот по по палке да несколько градусов а вот а не ну понятно потому что без охлаждения это вообще никак не возможно сделать то есть какой бы ты технологии если у тебя нет джедайского меча конечно а мы предполагаем что все-таки это не джедайский меч а он все-таки был скорее всего так мы замеряем приехал олег привез рулетку пятиметровую и потолок упирайся кончиком не заламывай ее не заламывай старайся заломов избежать вода вот так пошла пошла хорошая да вы ржете все разверни сколько 3 метра глубина отверстия 3 метра друзья имею вам сообщить следующую прекрасную новость что мы за сегодняшний день нашли столько всего чего я например не видел раньше здесь было столько моих коллег и я здесь был тоже и блин это так смешно что мы нашли блин по какой-то ерунду а самого главного мы не видели даже самое главное я вам сейчас покажу значит я вот стою здесь на том что называется карьер на на самом деле это не карьер это самая верхушечка карьера а судя по всему весь вот этот залив огромный метров наверное здесь 600 до того берега и на том берегу тоже мы видим совершенно четко лежат огромные блоки где вон что еще мы не видели целая толпа исследователей которая здесь была совершенно не обращала внимание на то что вот это все вот эти вот камни которые с первого взгляда кажутся просто камнями на самом деле это карьерная добыча и блин везде говно вот вот эти грани четкие которые мы видим это ну совершенно точно следы от карьерных разработок поскольку здесь огромное количество камней окатышей и на них нет никаких углов вообще просто смотрите что здесь произошло вот это все вот это все вон там блок ну то есть очевиднейший блок вот лежит плита совершенно четкая плита когда-то уровень воды здесь был намного ниже намного минимум на 10 метров вот из того что я видел там на дне до которого мне так и не удалось данырнуть сначала уровень воды был ниже и здесь и был карьер и вот это все здесь складывали и там складывали везде а потом уровень воды поднялся резко поднялся выше чем он сейчас и вот это все было на линии прибоя и фигачили волны приливы отливы и поэтому часть этих камней окаталась часть часть и здесь совершенно разные камни еще по составу что интересно то есть в основном здесь вот этот вот гранит наш любимый роскошный вот вот вы видите это все блоки это все блоки я стою на блоке сейчас вот он вот он вот он блок вот он когда-то выбивался как-то я не уж не знаю гадать я устал а вот это это тоже что-то невероятное если кто знает напишите в комментариях тоже как среди очень твердого гранита оказываются вот такие вот рассыпчатые куски которые они крошатся сами их никто не трогает красаться в мелкий камень вот этот проложено все с людой вот он прям и таких здесь несколько то есть вот это первый такой самый колоритный я сразу решил вам показать вот еще один лежит среди вот этих гранитов тоже он раскрашивается вот и вот еще один везде везде нас это короче друзья что же вы никак не научитесь то срать в каком-то отдаленном месте вот тоже но совершенно рыхлый камень при этом вот это все эти мощные титанические вообще камни где след от шурфа вот здесь блин везде следы от шурфа если приглядеть вот идет а нет это может трещина вот друзья это верхушечка карьеры который уходит глубоко под воду именно это не хотели чтобы мы нашли и для этого выделили бабки чтобы колонны отсюда дернуть чтобы не привлекать сюда нашу собрата я не но это то да здесь здесь они повсюду блин все разного диаметра вот как так ну либо может быть несколько диаметров есть а изменяющийся диаметр это вообще что-то с чем-то и так глубину нам еще не удалось замерить вот в общем друзья безумно интересное место вот этот след мы прозвали попка младенца за его стопроцентную гладкость вообще то есть он абсолютно гладкий ну-ка фокус мне быстро гладкий как стекло но мы столкнулись с тем что судя по всему мышцы не в силах будем взять образцы потому что не хватает нам силенок инструментального запаса чтобы отколоть ну реальный фрагмент такой же пони рассыпался у нас чтобы его понимаете да так выбрать вместе с частью породы это неимоверный труд и даже мне кажется температура здесь ни при чем через две минуты это температура достигается внутри вашего тела но мы еще будем пробовать сверлили их соответственно на определенном расстоянии друг от другого вот и вот и вот ты вот и вот и вот и и вот и вот еще и вот можете себе Вот и шире Субтитры сделал DimaTorzok